И вновь в эфире ежедневный выпуск программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей и готовы рассказать вам о самых интересных событиях Рязани. Смотрите в ближайшее время. Свой профессиональный праздник отметили железнодорожные войска России. На полигоне Дубровича прошла программа «Авиамикс» в рамках международного этапа конкурса летных экипажей «Авиадарц-2016». Любовь к кошкам во всем мире оказалась настолько велика, что их владельцы не смогли обойтись без специального праздника для своих любимцев. По итогам пожароопасного сезона текущего года в Рязанской области удалось избежать возникновения лесных и торфяных пожаров. По сравнению с 2015 годом за этот же период случилось 4 лесных пожара. Об этом сообщил 8 августа на пресс-конференции начальник главного управления МЧС России Рязанской области Сергей Филиппов. Какие еще вопросы поднимались на совещание узнаете из следующего сюжета. По словам начальника регионального МЧС, таких результатов удалось добиться благодаря во многом особому противопожарному режиму, введенному с 4 июля постановлением регионального правительства. Вместе с этим условием особого противопожарного режима запрещено любое применение открытого огня, разведение костров, сжигание поживных остатков на полях сельскохозяйственного назначения. Тем не менее, только за последнюю неделю системой космического мониторинга выявлено 13 термических точек на сельскохозяйственных полях и землях сельхозназначения. Это 4 термоточки на территории Александра Невского и Сасовского районов. И по одной термоточке это в Милославском, Михайловском, Ряжском, Сапожковском, Шацком районах. За время уборочной кампании было зарегистрировано 2 пожара. У собственника ЗАО «Победа» уничтожено поле пшеницы площадью 15 гектар. А в одном из сел Рязанского района сгорел комбайн. Предварительный ущерб от пожара составил около 4 миллионов рублей. На пресс-конференции также рассказали, что в Рязанской области с начала купального сезона утонули 8 человек. Все они погибли, купаясь в необорудованных местах. Следует отметить, что за последние 10 лет на территории Рязанской области не зарегистрировано случай гибели людей на функционирующих пляжах. Несмотря на то, что ежегодно в Рязанской области увеличится количество пляжей, многие люди продолжают купаться в необорудованных местах. И это часто приводит к гибели. Всего в Рязанском регионе действует 45 специально оборудованных пляжей, три из которых были впервые открыты в этом году. По словам Сергея Филиппова, на всех пляжах организовано дежурство спасателей. Оборудованы места для отдыха, дно обследовано и расчищено водолазами. За последние 10 лет на Рязанщине не было случаев гибели людей на санкционированных пляжах. В Рязанской области проводится большая работа по поддержке отечественных производителей. Тем самым у жителей региона расширяются возможности для покупки качественных местных продуктов по доступным ценам. 15 июля 2016 года вступил в силу закон о торговле, принятие которого было инициировано фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации. Закон преследует важную цель. Он принят, чтобы защитить интересы отечественного производителя. Неудивительно, что законотворческую инициативу с одобрением встретили сельхозпроизводители, профсоюзы, аграрии, союзы защиты прав потребителей. Для общественного контроля по реализации закона о торговле была создана федеральная мониторинговая группа «Единой России» «Честная цена», в задачи которой входит обеспечение полной и всесторонней защиты всех участников рынка, оперативное реагирование на факты нарушения законодательства. Такую группу в Рязанском регионе возглавила депутат облдумы, член фракции «Единая Россия», президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева. Обязывают ритейлеров при новых договорах вывешивать условия закупок, чем сейчас и будет заниматься этим контролем ФАС и наша региональная мониторинговая группа, которую я возглавляю. Туда вошли специалисты большие и мы будем отслеживать, размещают ли они в интернете условия закупок, посмотрим, как на цены это влияет, меняются ли договоры. Должны они до 1 января 2017 года поменять все договорные отношения со своими поставщиками. Работа по мониторингу цены и исполнению законодательства будет строиться в тесном контакте с сотрудниками Рязанского УФАС. По словам Татьяны Гусевой, закон о торговле нужный и своевременный. Наша забота, программа социальная, которой люди охотно пользуются, тоже отслеживает цены, мы мониторим все цены, смотрим. Конечно, у нас все это, как сказать, продукция с рязанским качеством очень она востребована. И вот мы сейчас прошли по рядам молочных, мы видели, очереди стоят. И, естественно, мы будем смотреть, как поведут себя сети и цены снижать. То есть продукция рязанская конкурирует с ритейлерами, причем очень активно. И качество в программе «Забота» выше намного, чем у ритейлеров. Депутат «Единоросс» подчеркнула, что еженедельно в области проходят ярмарки выходного дня, где на площадках имеют возможность торговать не только рязанские предприятия, но также фермеры, садоводы и огородники. Хорошо зарекомендовала себя социальная программа «Забота». Как правило, в магазинах, вошедших в нее, торгуют местными товарами. Цена на некоторые из них ниже, а качество при этом заметно выше. В субботу на полигоне Дубровичи прошла программа «Авиамикс». Мероприятие состоялось в рамках международного этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадарц-2016». Ежегодно «Авиамикс» становится большим праздником для любителей авиации. В этом году за действием, разворачивающимся в небе, наблюдали более 20 тысяч человек. Программа «Авиашоу» действительно оказалась интересной и впечатляющей. Открыл ее пролет вертолетов с флагами России, Министерства обороны, ВКС и портретами Владимира Путина и Сергея Шойгу. Экипажи многофункциональных авиакомплексов разыграли воздушные дуэли, выполнили пуск авиационных ракет по наземным целям, отработали перехват, сброс тяжелых грузов на точность. Кроме того, зрителей ждало и выступление асов. Пилотажных групп «Беркуты», «Стрижи», «Соколы России», «Витязи», «Крыли», «Тавриды». Летчики показали мастерство владения фигурами высшего пилотажа. Главком ВКС Виктор Бондарев, также приехавший на открытие авиамикса, увиденным остался доволен. По его словам, летчики в полной мере показали свое мастерство, которому нет равных во всем мире. Летчики показали прекрасные результаты, техника не подвела. Вы видели, сегодня все работало прекрасно, слаженно. Никто не отошел, не получилось так, что не до выполнения задания. Все исполнили то, что им предписано. Попадания были прекрасные, техника пилотирования наивысшая. Пилоты с радостью это дело выполняли. Ну и плюс ко всему, плюс ко всему поддержка зрителей. Желающих воочию наблюдать за столь эффектным зрелищем не остановили ни жаркая погода, ни очереди для прохода на полигон. Впрочем, в этом году организаторы постарались минимизировать возможные издержки и сделать пребывание зрителей в Дубровичах максимально комфортным. В этот раз был организован подвоз, очень хорошо это, и мы организованно подвозили автобусами, и люди могли на своем транспорте сюда приехать. И были челноки, которые подвозили от мест стоянных по суда, в общем-то, и было организовано и похладительные напитки, и вода, и, ну, то есть все, что необходимо. Я думаю, что это очень, в этом году все гораздо удачнее, чем в прошлом году. Главком ВКС поблагодарил губернатора Олега Ковалева за помощь в организации соревнований, которые уже второй раз проводятся на Рязанской земле. Авиадарцы и другие конкурсы армейских игр позволяют показать мощь вооруженных сил страны, выделить лучших по профессии, способствуют повышению мастерства и популярности службы. Уже в этом году конкурс в летное училище увеличен в два раза. К нам пришли, в нас поступили, и, поверьте, со временем они будут прекрасными людьми, прекрасными колодами, защищающими нашу любимую Родину. Познакомиться с техникой, находящейся на вооружении российской армии, можно было не только на небе, но и на земле. На площадке полигона была организована выставка военной техники. Также проводилась акция по набору солдат-контрактников. Люди проявляют желание, заходят, интересуются, спрашивают, в каких регионах можно служить, на каких должностях можно служить. Людям интересно, в настоящий момент людям интересно. Подведение итогов и награждение лучших летных команд состоится 9 августа на аэродроме Дягилева. Где пройдет Авиадарц в следующем году, организаторы пока могут лишь предполагать. Понятно одно, рязанцам крупно повезло стать свидетелями такого события аж два года подряд. День железнодорожных войск отмечается в России ежегодно, 6 августа. Этот профессиональный праздник приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны, эксплуатации Санкт-Петербурга, Московской железной дороги с 1851 года. На протяжении более 160 лет военные железнодорожники самотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству. Железнодорожные войска Вооруженных сил Российской Федерации – это спецвойска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. А также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф, военных действий и конфликтов. В этом году отмечалась уже 165-я годовщина железнодорожных войск, а для 681-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона этот день стал особенным и праздником вдвойне. Сегодня состоялось вручение боевого знамени воинской части. Сегодня у вашей части уникальные события. Сегодня в жизни 681-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона практически день рождения. Сегодня в вашей части вручается боевое знамя нового образца. Боевое знамя как символ чести и гордости части. Еще с петровских времен каждая часть гордилась своим знаменем и защищала его и в дни ведения боевых действий и мирное время. Я хочу от всей души поздравить вас с этим событием. Конечно, это торжественный день и особый момент в жизни каждого воинского подразделения. Важное событие в жизни всего личного состава и большая честь для всей части. Ведь боевое знамя является символом воинской славы, чести и доблести. Для нас это честь, уважение. Наконец-то мы получили боевое знамя, которое долго ждали. У нас сформирована воинская часть с 1 декабря 2015 года, а вручили только сейчас, с 6 августа 2016 года. Солдаты-железнодорожники вносили неоценимый вклад в строительство железных дорог во все времена. И в эпоху царей, и в годы гражданской, и в Великой Отечественной войн, и в послевоенное время, восстанавливая разрушенное хозяйство страны. На протяжении своей истории многое в оснащении, тактике и оперативном искусстве железнодорожных войск изменялось. Однако, неизменными остаются нужность, верность военных железнодорожников долгу и преданность Отечеству. Сегодня, вместе с боевым знаменем, личный состав батальона получил благодарственные письма и награды. С 14 июня по 16 июля бойцы 681-го понтонно-мостового железнодорожного батальона выполняли непростое задание. Наводили мост в Сасовском районе. Вы с честью выполнили свой долг. Вы сделали нам то, что мы имеем теперь доступ к отдаленному населенному пункту Липовка. Есть у нас там лесоугодие очень большие. 3,5 тысячи гектаров, 2,5 тысячи лугов, сенокосов, которые были недоступны для нас. И старый мост был гнившим, пришел негодный. Я хотел бы, воспользуясь присутствием на этом важном мероприятии, поздравить вас еще раз с тем, что вы выполнили долг быстро, дисциплинированно, в срок, именно в месячный срок мост был наведен. Конечно, любая служба опасна и трудна, и нельзя недооценивать заслуги железнодорожных войск. Тем более, что современные условия ставят перед ними все новые и новые задачи. И хочется отметить, что в соответствии с требованиями времени и внедрением все более сложной техники, уровень подготовки личного состава неуклонно повышается, а ее методика постоянно совершенствуется. Любовь к кошкам во всем мире оказалась настолько велика, что их владельцы просто не смогли обойтись без специального праздника для своих питомцев. В итоге, каждый год 8 августа в очень многих странах мира отмечается Всемирный день кошек, который объединяет миллионы владельцев этих животных. Традиция празднования этого дня возникла стихийно, и хотя до сих пор Всемирный праздник кошек нигде официально не утвержден, это не мешает любителям кошек честовать своих питомцев. Популярность праздника объясняется прежде всего тем, что кошки были и остаются любимыми домашними животными во всем мире. Около 80% всех жителей Земли держат домашних животных, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам. В разных государствах этот праздник владельцы кошек отмечают по-разному. Особым почетом кошки пользуются в Великобритании. Это неудивительно, поскольку в Англии одна кошка спасает минимум 10 тонн зерна ежегодно, а несколько десятков животных официально охраняют от мышей реликвии в Британском музее. Когда наступает Всемирный праздник кошек, животных, состоящих на службе у государства, всячески поощряют. В основном при помощи лучших кошачьих деликатесов. Кроме того, для них даже шьют специальную форму и обустраивают удобные домики. Дальше пошли в Австрии, где в честь Всемирного дня кошек была учреждена специальная премия. Каждой кошке, которая охраняла склады от мышей, на протяжении нескольких лет полагается пожизненная пенсия. Она выдается молоком, бульоном и мясом. В Китае 8 августа, как Всемирный день кошек, отмечается неповсеместно. Однако китайцы в честь этого дня решили взять животных под особую защиту, на законодательном уровне. Ранее в Китае кошек часто употребляли в пищу. Но теперь, согласно новому закону, всех, кто на это отважится, ждет солидный штраф или даже заключение в тюрьму на 15 суток. Кошка пришла в дом европейцев из Древнего Египта, где ее почитали священным животным. Луна была созерцательницей в ночных небесах, а кошка – ее эквивалентом на земле. Таким образом, кошка воспринималась египтянами как луна, богиня радости и веселья, которую они называли баст. В этом мифологическом образе заложены самые прекрасные качества женщины. Согласно мифам Древнего Египта, баст изображалась в виде женщины, у которой вместо человеческой головы была голова кошки, а в руке – систер. В более поздние времена кошку наделили царственной силой и отождествили с богиней Исидой. В произведениях мировой литературы коты и кошки наделяются особой мистической силой. Вспомнить хотя бы кота ученого, созданного Пушкиным. Дуб символизирует мировое древо жизни, золотые цепи – символ жизненного пути, а кот в этом случае – проводник между мирами. На сегодня это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. Я и мои коллеги благодарим зрителей за внимание. День города прощается. До завтра. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин